Добрый день, программа «Парадокс» в студии Спандемура. Сегодня у нас в гостях должен быть Сергей Ильич Глазев, экономист, академик России, академия наук. И обсуждать, мы собираемся с ним, пути экономической реформы или экономическое будущее нашей замечательной экономики. В том свете, что он подготовил в свое время, всем недавно вернее, доклад президенту Путину о том, что нужно делать и как это нужно делать. И этот доклад, вернее его программа, она находится практически в прямой конкуренции с той, сейчас я подберу удовлетворимое слово, скажем так, программой, которую подготовили не академики, а люди, которые учат наших замечательных финансистов. Кто-то из каких-то университетов и академий, либеральная программа, скажем так. Я пытался ее понять, но, видать, моим скудным умом не получилось, потому что у меня сложилось впечатление, что это просто набор каких-то статей в очень красивом и дорогом переплете. Не более того, но это уже вопрос обсуждался не раз в этой студии. Но, тем не менее, все остается так, как оно остается и все попытки правительства что-то изменить в экономике, они почему-то ни к чему хорошему не приводят. Последний пример. Сначала они повышают соцвыплаты для индивидуальных предпринимателей, потому что в бюджете, судя по всему, небольшая дырочка, несмотря на то, что они говорят, чтобы пополнить налогоблагаемую базу. Ну, эффект получается прямо противоположным, уже, по-моему, 400 тысяч чистых закрытий индивидуальных предпринимателей. Через какое-то время спускается прямой указ из Кремля нашей замечательной Думе, и Дума в срочном пожарном порядке вот сейчас собирается все возвращать на круги своя. Ну, вот такая вот у нас чехарда. Ну, и вопрос после этого сразу возникает, есть ли у нашего правительства какая-либо экономическая программа, политика, называйте, как хотите, либо все делается так. С какой ноги встал, такое решение принял. Ведь стоит понимать и помнить, что еще в свое время величайший экономист современности, дважды лучший финансовый министр мира, господин Кудрин, тоже повышал налоги, чтобы набить западную кубышку на бизнес, как раз социальные выплаты. Ну, и в результате, если я не ошибаюсь, по оценкам экспертов, тогда бюджет недосчитался что-то в районе 800 миллиардов рублей, потому что бизнес тут же стал уходить в тень. Более того, когда у вас экономика замедляется, она у нас не столько замедляется, уже сжимается, то повышать налоги на бизнес, это последнее дело, что можно сделать. Это все приведет к более быстрому схлопыванию экономики. За примерами далеко ходить не надо, можно посмотреть на Грецию, можно посмотреть на Италию, можно посмотреть на Испанию, где они ввели жесткие меры бюджетного контроля, уменьшения бюджетного дефицита. Сделали они это не только снижением расходов правительства, но и резким увеличением налогов на все и вся. В результате, что мы получили, экономика Греции уже потеряла порядка 30% УВП, экономика Италии и Испании находится на такой экспоненциальной кривой вниз. Ну, у нас почему-то налоги повышают. Вот господин Глазев, насколько я понимаю, из его доклада, вот все его ждем, он предлагает увеличить как раз роль государства в экономике. Сам я не большой фанат таких мер, особенно принимая внимание сегодняшнее состояние нашего замечательного государства. Но, с другой стороны, ведь у нас государство собирается приватизировать все и вся, причем приватизировать самые лакомые кусочки, такие как, например, Роснефть. Я уже не говорю о банках, банки не совсем лакомые кусочки. Если приватизировать Сбер и оставить ее без подпитки Центрального банка, то еще неизвестно, что от него останется в большом счете. Ну, вот, например, Роснефть собирается приватизировать. То есть, государство будет уходить из экономики. У меня только вопрос возникает. Ну, Роснефть же такой лакомый кусок. Это же, она столько же денег дает. Зачем ее приватизировать? Ну, приватизировать бы что-нибудь никому не нужное, ведь нам же либеральные демократы, экономисты, пардон, говорят о том, что вот бизнес частный, он более эффективен, чем государство в России. Да, но за рубежом так оно есть. Вот в России только все, по-моему, наоборот. Но поскольку он более эффективен, чем государство, так отдайте там, приватизируйте что-нибудь, что очень плохо работает. Например, какую-нибудь там автоваз, на автоваз уже приватизировали. Что у нас там? О, Ростехнологии. Тоже такая непонятная структура. Вот госмонополии, приватизируйте, работают они не очень эффективно. Отдайте их в частные руки, ну и пусть они не то чтобы с нуля, но повышают эффективность производства, обновляют технологические линии, занимаются капитальными инвестициями, поскольку это у правительства не особо получается. Так нет, хотят же приватизировать как раз дольную корову. Возникают вопросы по этому поводу. Тоже хотел бы их обсудить с Сергеем Юрьевичем. Ну и такой интересный самый вопрос, который у меня возник. Каким образом государство в Роснефти после сделки с БП представляет господин Дадли? Ну, как заметил Юрий Юрьевич Болдырев очень хорошо, это примерно то же самое, что если, скажем, в 46-47 годах главой НКВД назначили бы, скажем, Далласа? Это примерно то же самое. Вот такие вопросы хотелось бы с ним обсудить. Ждем его. Хотел бы я сейчас все-таки вернуться к тому, что произошло, пока есть время, выходные. Не успел я это до конца осветить в валютных войнах. Еще раз на выходные. Господин Шуареш, бывший президент Португалии, очень такой старый, уважаемый там политик, все раз он призвал оппозиционные партии свергнуть практически или свернуть шею существующему правительству, поскольку оно довело страну до ручки, следуя тем мерам, которые предложили Германия, Международный валютный фонд и ЕЦБ, такая большая тройка, так называемая, потому что экономика там начинает схлопываться, все, что можно было продать, они практически уже правительство продали, и происходит очень быстрое обнищание страны. И далее он сказал, что, ребята, слушайте, если вы не можете платить по долгам, так зачем по ним платить-то? То есть практически предложил последовать примеру Исландии. Но здесь вот более интересная возникает интрига. Интрига заключается в следующем, что немцы, госпожа Меркель, это, скажем так, считается, что она ставленник Рокфеллеров. Ротшильды, Дуэт, Евросоюз, причем Дуэт они это открыто, поскольку бюджеты стран Евросоюза финансируются не ЕЦБ, это даже не предполагалось, что он будет их финансировать, в чартере такого нет, а как раз частные банки. Например, Societe Generale и Deutsche Bank, это такие типичные банки Ротшильдов. И вот, значит, госпожа Меркель, вернее, Рокфеллеры, начинают мочить Евросоюз. Борьба между двумя кланами идет. Как они его мочат? А очень просто. Германия превратилась в производственную практически базу. Вся Европа, большая часть Европы деинструализована. Да, неправильно сказал, не могу слово говорить. Короче, вся практически производство основное и наиболее рентабельное средоточное в Германии. За счет Евросоюза, за счет Евро, они очень хорошо поднялись. Ну, а теперь возникает вопрос. Ну, хорошо, вы поднялись, теперь пришло время платить по долгам. А немцы не хотят этого делать. Вместо этого они практически выжимают последние и дожимают проблемные страны Еврозоны, что ведет к не очень приятным ситуациям в Европе. Вот Сергей Юрьевич пришел. Добрый день. Да, Сергей Юрьевич, я тут всякие ужастики рассказывал про события в Португалии. Ну, вот с вами хотелось бы обсудить, во-первых, спасибо, что пришли, обсудить ваши предложения по развитию российской экономики и как вы вообще все это себе представляете, как это возможно осуществить. Ведь практически ваша программа, насколько я понимаю, находится в конкуренции с... Какой там программа очередной? 2020-20-30? Ну, вы знаете, не столько конкуренция, поскольку программа, которую готовила группа экспертов, довольно обширная, но в силу того, что главную редакцию осуществляли люди ультралиберальных, так, рыночно-фундаменталистских взглядов, то из конкретики вообще почти ничего даже вспомнить невозможно. То есть у нас... Нет, я помню, я вам сейчас напомню, что мне бросилось в глаза. Это некто Гуревич, Гуревич, есть он такой? Есть, да. Да, он предложил вообще все закрыть в нефтехимии, платить рабочим по, по-моему, 90 тысяч в месяц и сказал, что это будет более эффективно, чем развивать нефтехимию. Вы знаете, довольно странное предложение рыночных фундаменталистов. Из этой же серии стерилизация нефтегазовых доходов, что не нужно деньги тратить на развитие своей экономики у нас, мол, слишком их много. Рассуждение о том, что не нужно создавать источники длинных денег, потому что денег и так достаточно. То есть это люди, которые считают, что ничего делать не нужно. Сергей Юрьевич, мы должны прерваться на новости. Оставайтесь с нами. Добрый день, это программа «Парадокс». Снова в эфире. У нас в гостях Сергей Юрьевич Глазев, экономист, академик Российской академии наук. И обсуждаем мы с Сергеем Юрьевичем, скажем так, выходы из той экономической ситуации, которая сложилась в стране и то, что происходит в нашей родной экономике. Да, Сергей Юрьевич, пожалуйста, продолжайте. Рыночные фундаменталисты считают, что делать ничего не надо. Нужно просто улучшать бизнес-климат, создавать условия для защиты предпринимательской деятельности, защиты прав собственности и всячески угождать инвесторам. Ну, надо сказать, что все это благие пожелания, которые мы слышим уже 20 лет. И та среда, которая у нас сложилась, она воспроизводится все хуже и хуже. Вот Кипрский кризис, например, высветил, что собственно говоря, главными инвесторами у нас являются наши же офшорные олигархи, которые вывозят деньги из России, не платят при этом налоги. Потери бюджета, кстати, вот мы посчитали недавно, вот офшорных махинаций составляет примерно полтриллиона рублей в год. Эти деньги отмываются в офшорах, потом опять же возвращаются уже под видом иностранных инвестиций. И они пользуются льготами. Иностранные инвесторы не платят налог на дивиденды, например, а наши платят. Поэтому вся система регулирования выстраивается так, что выгодно украсть, спрятать доходы от налогообложения в офшорах и потом привести, как честная, так сказать, иностранная инвестиция. И получается так, что государство делает вид, что пытается улучшать бизнес-климат, а бизнесмены делают вид, что им бизнес-климат не нравится. А на самом деле всем нравится и то, и другое. Вот такой симбиоз коррупции и вседозволенности, который делает невозможным ни нормальную работу рыночных механизмов, ни нормальную работу государства. Поэтому если говорить о том, что делать, то здесь простых рецептов, к сожалению, нет. У нас наблюдается и провал рынка, поскольку нет механизмов рыночной конкуренции. И провал государства, потому что коррупция не дает системе государственного регулирования эффективно работать и исполнять свои обязанности. Главный барьер, на который мы сейчас натолкнулись. Пока экономика поднималась после 90-х годов за счет сначала высоких цен на нефть, затем за счет внутреннего спроса, как-то все эти проблемы микшировались общей благоприятной экономической конъюнктурой. Хотя развитие при этом не происходило, но тем не менее экономический рост был, доходы довольно быстро росли у большинства населения, но после того, как система обрушилась в период, в острый период финансового кризиса глобального, до сих пор она не восстанавливается. По уровню экономической активности мы еле приблизились сегодня к 2008 году, а по уровню инвестиций по-прежнему еще на треть примерно ниже. Экономика не может подняться, потому что, во-первых, за эти годы резко выросли тарифы, и дальше они продолжают бурно расти, обрабатывающая промышленность из-за этого ложится, рентабельность в обрабатывающей промышленности падает, и сегодня составляет где-то около 6%. Машиностроение и строительство в принципе при такой рентабельности не могут получить доступ к кредитам. Соответственно, денежно-кредитная система не обеспечивает приток длинных денег в экономику, поэтому финансировать инвестиции нечем предприятиям обрабатывающей промышленности, и в итоге экономика сползает на дно, мы видим замедление темпов экономического роста, хотя цены на нефть выше прогнозируемых на 10%, а темпы роста ниже прогнозируемых примерно в два раза. И если еще правильно посчитать инфляцию, то можно, в общем-то, констатировать, что экономика лежит. Ну, поиграться с дефлятором ВВП чуть-чуть. Да. И при этом инерционном сползании, так сказать, опять депрессию, невозможно рассчитывать на реализацию тех целей и задач, которые ставит глава государства в части повышения производительности труда, в части модернизации, потому что для решения задач, которые были поставлены в указах президента 7 мая, необходимы темпы роста не меньше 6%, а темпы инвестиций должны подниматься на 15% в год. Можем мы это сделать? Ну, в общем-то, можем. Сергей Ильич, подождите, я сперю, вот вы сказали, что никто не знает, что делать с коррупцией. Ну, простите, ведь есть же пример Сингапура, есть пример той же Грузии. Погодите, я так не говорил, что никто не знает, что делать. Я-то как раз знаю, что делать, я хотел вам в этом сообщить. Просто этого никто не делает. Это во-первых. Во-вторых, борьба с коррупцией это вещь практическая. Либо мы боремся с коррупцией, либо мы не боремся. Ну, официально же боремся. Ну, вы знаете, я только что пришел из судебного заседания, судья говорит, что белое это черное. Ясно, что она подкуплена людьми, которые заинтересованы в исходе дела. И никакие аргументы успеха не имеют. Я в знакомом судебной системе. Я думаю, что я не единственный открыл сегодня. Суровую правду жизни. Так что бороться с коррупцией нужно, это практический вопрос. Да, и есть хорошие примеры в Сингапуре, действительно, в книжке написано, как это делать. Ну, этот практический вопрос, который необходимо, безусловно, решать. Без его решения невозможно заставить государство исполнять правильно свои функции. И борьба с коррупцией, она одновременно должна дополняться созданием механизмов ответственности за реализацию поставленных целей и задач. Потому что безответственность порождает коррупцию каждый раз. Когда людям дают деньги, говорят, построите заводы, там, скажем, по производству нано-материалов, эти деньги вкладываются таким образом, что 700 миллионов долларов закапываются в руины, нету ни завода, ни старого, ни нового, никто за это не отвечает. И таких примеров, когда государство дает деньги, а люди, которые отвечают за эти деньги, либо ничего не делают, либо их фактически расхищают, к сожалению, очень много. Но они же при этом берут ответственность на себя. Не берут они ответственность. В очередной раз. Они говорят, что пример такой, в данном случае строили завод, говорят так, что пока мы строили, китайцы освоили такую технологию, что цена на конечное изделие уменьшилась в 10 раз. Но я знаю аналогичный завод, построенный за 200 миллионов на Украине. В моем родном запорожье завод «Кремний полимер», который был модернизирован и работает абсолютно на мировом уровне, частным капиталом. Здесь государство уложило 700 миллионов и угробило завод, который работал до этого худо-бедно на примитивной продукции. Поэтому, если даются ресурсы, за это должны спрашивать, должна быть ответственность. Причем это касается не только государства, но и частного бизнеса. Потому что, например, когда деньги уходят за границу якобы под импорт, импорт не возвращается, затем корпорация банкротится, акционеры страдают от этого, но посадить за решетку менеджера, который украл деньги у завода, это вообще большая проблема. И наше законодательство не защищает должным образом права акционеров, которые сплошь и рядом обманываются менеджерами. И я думаю, что много можно интересного сегодня узнать по спискам офшорных магнатов, которые появляются в интернете. Среди них огромное количество менеджеров, которые как они деньги в офшоры увели? Увели у акционеров, у предприятий. И масса примеров, когда у предприятий накапливается дебиторская задолженность. То есть предприятие гонит миллионы долларов покупать якобы импорт, импорт не приходит, эта задолженность накапливается, потом ее списывают в убыток. То есть безответственность проникла во все поры нашей экономической системы и в частном бизнесе, и в государственном. Ну, возвращаясь к тому, что делать. Первое, я должен сказать, что просто разговор о том, что давайте улучшать бизнес-климат, давайте защищать собственность, давайте вычистим коррупционеров из судов. Это все правильно, с этим никто не спорит, но мы об этом говорим 20 лет и, наверное, еще лет 100 можем говорить, если практически ничего за этим не будет следовать. А нам нужно сейчас решать задачи подъема инвестиционной активности. Ресурсы у нас для этого есть, у нас объем сбережений составляет 30% отвалового продукта ежегодно, а объем инвестиций всего 20%. То есть мы только за счет имеющихся в экономике сбережений можем поднять уровень инвестиционной активности в два раза. А государство теряет на офшорах полтриллиона рублей, о чем я уже сказал. Вот он, ресурс огромный. Если мы странный механизм, который направляет сверхприбыли от экспорта нефти и газа, который государство берет в виде экспортных пошлин и налог на добычу полезных ископаемых направляем в резервные фонды и затем эти резервные фонды уводятся за границу в поддержку иностранных финансовых пирамид, этот механизм, конечно, нужно, если мы хотим поднять инвестиции, ликвидировать и заменить бюджетное правило. То есть сверхприбыль, которую бюджет получает за счет нефтегазовых доходов, нужно направлять на развитие. В свое время, когда Примаков был премьер-министром, мы ввели такой институт бюджет развития. Действительно, в бюджете есть постоянные доходы, есть переменные доходы. Наш бюджет не должен зависеть от колебаний цен на нефть, что касается текущих расходов. Но что касается расходов непостоянных, которые получаются за счет благоприятной конъюнктуры, такие расходы нужно накапливать, доходы нужно накапливать и направлять на решение инвестиционных задач. Этих задач у нас, извиняюсь, огромное количество, выше крыши, как говорится. Это и реконструкция автомобильных дорог, кроме государства никто этого сделать не может. На плохих автомобильных дорогах мы теряем по разным оценкам от 1 до 3% валового продукта. Кроме того, плохие дороги это издержки, это цены, это подхлестывание инфляции. Ведь от того, что сейчас идет борьба с пробками путем изоляции больше грузных автомобилей, на самом деле это все правильно, но растут издержки. Издержки растут, это накладывается на цены. Поэтому плохие дороги это инфляция. Коммунальная инфраструктура требуется для этого гигантские инвестиции. государство сегодня располагает не менее чем триллионов рублей доходов, которые не используются для развития. Если мы эти доходы будем вкладывать в развитие, то мы одновременно будем создавать условия для подъема частного бизнеса, улучшать инфраструктуру и поднимать инвестиционную активность через мультипликатор спроса, стимулировать экономический рост. То есть первое направление очевидно, это бюджетные доходы сегодня не нужно уводить за рубеж, а нужно вкладывать в развитие собственной страны. Что касается инфляции, потому что главный аргумент противников этого очевидного инструмента заключается в том, что дополнительные расходы будут вызывать рост цен. На самом деле... Думаю, связь неоднозначно абсолютно. Это, вы знаете, я могу объяснить. Я с ними часто спорю и они пытаются внушить, что мы якобы чего-то не понимаем. На самом деле, логика монетаристов или рыночных фундаменталистов она совершенно примитивная, простая, и это, в общем-то, в пользу крупного международного капитала эта логика работает. Суть ее в следующем. Они видят экономику сквозь призму экономикой математических моделей 50-летней давности примерно. Ну, они на самом деле аппаратом 100-летней давности, скажем так, а модельки, да, 50 лет, 60 лет. Ну, в свое время, где-то лет 100 назад был такой математик Валерас, который предложил экономистам использовать модели, которые отрабатывались в классической механике, в том числе по моделированию движения небесных тел. И экономисты в это вцепились, потому что, если представить себе, что экономика состоит из бездушных экономических агентов, и все это в свободной конкуренции, каждый агент, как Бог, все знает. И живет вечно. Живет вечно, да. То в результате математически они быстро выходят в состояние равновесия, где абсолютно эффективно все используется, прибыль каждого равна нулю, цены минимальные. И, исходя из этого механистического видения мира, получается, что если в состоянии равновесия вы закачаете денег, то будет инфляция. Сергеевич, мы должны прерваться на... Модель не учитывать реалии в нашей жизни. На новостной перерыв. Вставайте с нами. Добрый день. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Юрьевич Глазев, экономист, академик российской академии наук. Мы прервались на таком кратком экспурсе в современную экономику. Ну, так вот, вся эта теория, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Сергеевич, извините, а сперру, просто я не знаю, знаете ли вы, нет, что в начале ноября 2012 года такой супер-монетарист, который только есть на свете, это ФРС, у них же есть исследовательские центры, вот в Нью-Йорке, Федеральный зеленый банк Нью-Йорка, они публиковали такое большое исследование, где они черным по белому написали, что та модель, как же называется у них, Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, то есть модель общего равновесия, которая использует ФРС, не работает. Но она, конечно, не работает. К вопросам экономиста. Если говорить о моделях, то модели эти строятся на основе статистического изучения зависимости, это, как правило, большое количество моделей линейных уравнений, которые очень, более-менее соответствуют реальности, когда экономика устойчиво растет. Если все устойчиво, то можно путем статистических зависимостей выстроить тренд. То есть это просто моделирование того, что есть по инерции. И экстраполяция на будущее линейная. А когда экономика срывается в турбулентность, как сейчас, когда структурный кризис, резкие сдвиги, это абсолютно инструментарь не работает. Но беда в том, что вот наши ультралибералы или рыночные фундаменталисты, имея в голове такую примитивную картину мира, они рассуждают так, что если цены на газ, скажем, растут, и если при этом не увеличивать денежную массу, то цены снизятся в другом месте. Вот эта глупость, которая очень трудно вытравить из их головы. Понимаете? Вот Кудрин, например, так прямо и писал в своих статьях, что если цены где-то растут, то значит в другом месте они обязательно снизятся. Но он же бухгалтер, а не экономист. Нет, извините, бухгалтерам как раз сегодня учили. Учили, ну неважно, непонятно, почему. Но факт тот, что эти рассуждения, они, как ни странно, в головах у наших весьма влиятельных людей находятся, сидят. И их в этом деле поколебать очень трудно, потому что они где-то в свое время читали учебники по монетаризму, где приводилась формула, известная, количественная теория денег, о том, что количество денег на скорость их обращения если умножить, равна объему товаров, умноженной на их цены. Никто эту формулу никогда в практической применить не может. Это теоретическое тождество. Но дело в том, что если мир устроен как бездушные экономические агенты в состоянии равновесия, то действительно в этом состоянии равновесия, если цены где-то поднимутся, то они... В среднем эта формула будет выполнена. В среднем. Да. Но дело в том, что в экономике есть, во-первых, научно-технический прогресс. Если где-то появляются новые деньги, докачиваются в систему, они вкладываются в новые технологии, в новые производства, цены снижаются. Если растут товары, растет предложение товаров, то цены тоже снижаются. Они, на самом деле, никак, по-моему, даже не понимают, что, например, научно-технический прогресс, он ведет не к инфляции, а к дефляции. Конечно. Для них это нечто из другого мира. Поэтому деньги, правильно вложенные, вложенные в освоение новых технологий, ведут к снижению цен. Если подкачка денег идет правильно, как в Китае это происходит, в Китае... Происходило. Да, в Китае в период самых высоких темпов роста денежная масса увеличилась на 50% в год. При этом наблюдалась дефляция, то есть снижение цен. Это было связано с тем, что китайцы очень жестко контролировали целевое использование кредитов, уделяемых на модернизацию, на освоение новых технологий, на рост производства. Результат налицо. И у нас жесткая денежная политика велась многие годы, а цены росли. Инфляция исчислялась двухзначными цифрами. И с ней продолжали бороться дальше. И с ней продолжали бороться путем денежного регулирования, зажима денег. Сокращение, точнее, сдерживание темпов роста денежной массы. Следствием такой политики становится то, что у нас денег не хватает на развитие, длинных кредитов нет. Вообще роль кредитов мала. В инвестициях она составляет примерно 15-20%. Доля всех кредитов, выданных в экономике по отношению к ВВП, в 4 раза ниже, чем в других странах. Банковская система карликовая из-за этого. Если взять все активы наших банков, они будут меньше, чем одного, скажем, Джипи Моргана, или там Сити банка, или Японского. Те же китайские банки. Один китайский банк больше, чем все наши. То есть при такой системе создается искусственный денежный голод, нет инструментов кредитования и рушится производство. Поэтому в ситуации, когда не развиты механизмы рыночной конкуренции и не работают механизмы трансформации сбережений в инвестиции, такого рода денежная политика ведет к падению производства и росту цен, потому что след за падением производства сокращается предложение, растут цены. Ну и сейчас, когда наш центральный банк декларирует, так я бы сказал, промечиво, тагетирование инфляции, это довольно наивно выглядит, потому что в ситуации, когда на 75% инфляция определяется тарифами на услуги естественных монополий, бороться с инфляцией центральный банк не может. У него нет таких инструментов. Вопрос. Я вот всем гостям задаю вопрос. Я не могу понять, почему они так помешаны на инфляции. Это что, фишка такая, либо что это, почему? Потому что так просто жить, я так это объясняю. Если у центрального банка, как это исследует из закона, кстати сказать, главная борьба поддержания стабильности валюты, значит, стабильность курса и низкая инфляция, как обеспечение стабильности рубля. Нет, но ведь у нас же была плавная девальвация, значит, уже руководство должно стало быть ясно, что что-то здесь не так. Политика ЦБ не работает. Он же не смог поддержать курс? В 8-9 году, когда была плавная девальвация? Я вообще считаю, что вот эта политика 8-9 года с плавной девальвацией, это большая диверсия против нашей экономики, потому что тогда, когда рушилась банковская система и зарубежные кредиторы потребовали вернуть деньги обратно, и наши корпорации оказались в состоянии практически банкротства, будучи не в состоянии вернуть кредиты, руководство страны дало команду, значит, имитировать необходимое количество денег для того, чтобы спасти банки. Значит, напечатали 2 триллиона рублей примерно. И все пошло в игру против. При этом банкам было сказано, доведите деньги до реального сектора, то есть государство вам дает деньги не просто для того, чтобы вы на них сидите, или их спекулировали против собственной валюты, а для того, чтобы дальше двинули деньги в реальный сектор. Но поскольку никаких правовых условий для этого не было создано, банкир не может удержаться, когда видит перед собой прибыль 3000%. А когда еще некоторые люди в правительстве говорят о том, что мы будем плавно девальвировать рубль, ну что же банкиру делать? Если ему говорят, мы дают деньги бесплатно, И говорят, что это валюта бесценится вперед. И говорят, да, мы будем плавно девальвировать. Ну какой же будет банкир вкладывать деньги в производство, пахать, значит, и брать на себя риск, когда можно просто спекульнуть против собственного рубля, то есть получился абсурд. Государство дало 2 триллиона рублей, которые обрушились на собственный валютный рынок и привели к девальвации рубля, которое можно было бы избежать. Сергей Юрьевич, а вот так вот, если подумать с ним чуть-чуть, вы можете назвать хотя бы одну область нашей экономики, где нет абсурда? Интересный вопрос, конечно. Ну какой, хотя бы луч света в темном царстве? На скидку. Ну, давайте поговорим о, так сказать, перспективах нашего развития. Лучше там вот мы эти лучи увидим. Значит, как я уже говорил, экономика зажата сегодня. С одной стороны завышены тарифы и они растут, с другой стороны нет длинных денег. Поэтому макроэкономические условия, которые должны быть созданы, они должны включать прекращение роста тарифов и необходимо, конечно, всерьез разобраться со структурой тарифов в услугах естественных монополий, в электроэнергии, в особенности. У нас уже цена за электричество больше, чем в Америке или в Китае. Как можем конкурировать? В Китае покупается, не ошибаюсь, нашу электроэнергию дешевле, чем на внутреннем рынке. И перейти к гибкой системе денежного предложения с тем, чтобы кредит стал доступным. Для этого необходимо привести денежное предложение в соответствии со спросом на деньги со стороны производственной сферы. Такие механизмы были отработаны в свое время в Европе послевоенной, например, когда было уничтожено все сбережения, у людей не было денег. Та же Германия, которая сегодня главная в финансовом секторе свои интересы реализует, мы видим, в Европейском Союзе, они сумели банковскую систему с нуля поднять фактически после войны. За счет простого достаточно механизма центральный банк выдавал кредиты коммерческим банкам под залог векселей производственных предприятий. То есть сначала коммерческий банк дает кредит производственному предприятию, под это обязательство получает рефинансирование со стороны центрального банка. Вот именно этот механизм поднял Европу из руин. И за 20 лет Европа оправилась после войны и сегодня имеет развитую банковскую систему. Сложность этого механизма заключается в том, что центральному банку нужно мониторить платежеспособность всех тех предприятий, обязательства, которых он принимает в залог. У нашего центрального банка есть ломбардный список, где есть ценные бумаги, которые он принимает в залог для рефинансирования. Там не так, там довольно странная смесь самых разных предприятий и спекулятивных, и офшорных, кстати, в том числе с этим тоже надо разбираться. Но, тем не менее, если в ломбардном списке будут предприятия системообразующие и платежеспособные, и если рефинансирование будет даваться не как сейчас по спекулятивному механизму РИПО купил-продал, а на 3 и больше лет, скажем, в Европе на 3 года рефинансирования идет. В Америке сегодня выпускается пятилетний казначейский обязательства, под которые идет рефинансирование. В Китае можно получить кредит и рефинансировать его на 30 лет. То есть Центральному банку необходимо этим заниматься. Это сложно. Тут есть риски, потому что если бумаги, обязательства, которые в залоге не будут исполнены, значит, это будет инфляция. Тогда, когда деньги будут украдены, скажем, из этой системы, использованы нецелевым образом. Но я другого механизма не вижу. Руководство Центрального банка долгое время говорит о том, что кроме инфляции их ничего не интересует. Потому что это простой способ. Не нужно заниматься ничем, кроме как зажимом денежной массы, согласно этой концепции. Ну, они же себе наш ЦБ практически представляют насколько мы обменник, простой обменный пункт. Не более того, currency board. Все. Да, именно так. Что думать здесь? Но при этом у них все хорошо с отчетностью. И все это очень выглядит просто. И хозяева ряды. Рады очень хозяева. Теперь, где те направления развития, которые нас должны вывести из кризиса? На слуху, естественно, об этом и президент недавно говорил, скажем, проводя госсовет по лесу. На один кубометр леса мы производим в 10 раз меньше товара, чем финны. По всем интервью. По всем сырьевым товарам. Мы продаем сырье, потом покупаем готовую продукцию. Можно применить инструментарий промышленной политики, поддержанный долгосрочными кредитами, для того, чтобы создать хотя бы переработку сырья. Элементарно. На самом деле, здесь даже думать особо не надо. Надо просто обеспечивать ответственность на использование денег и создавать соответствующие макроэкономические условия. В том числе и держаться за экспортную пошлину на сырье. То есть, если идет сырье, мы должны понимать, что это не то направление, которое нам нужно. Его нужно обкладывать дополнительным временем. И в то же время снижать налоги на обрабатывающую промышленность. Я, например, давно отстаиваю необходимость отмены НДС вообще. Потому что паллиативные методы, там снижение НДС на 3%, на 5%, это не освобождает нас ни от коррупции в этом механизме, ни от огромного количества бухгалтерского труда, половина бухгалтеров этим занята, и не освобождает от издержек, связанных с цепочкой добавленной стоимости, которая в конечном счете делает наша вырабатывающая промышленность нерентабельной. Можем НДС отменить? Можем, мы могли отменить 10 лет назад в условиях тех сверхприбыли от экспорта нефти, которые получали, и заменить НДС рентными налогами, которые на самом деле уже отработаны. Это та же экспортная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых, а регионам, где требуется еще дополнительный, дать возможность вернуться к налогу с продаж. Это бы резко освободило обрабатывающую промышленность от налогового времени. Но главный источник роста это все же высокие технологии. Здесь у нас есть определенные сектора с мировой конкурентоспособностью. Атомная промышленность, атомная энергетика, где мы на самом деле до сих пор лидерство держим, ракетно-космический комплекс, лазерная технология, большие сегменты биотехнологии и генной инженерии, нанотехнологии. И этот комплекс сегодня растет в мире. Снова программа «Парадокс». Я ведусь Степан Демура. В гостях у нас сегодня Сергей Ильич Глазев, экономист, академик российской академии наук. И обсуждаем мы возможные пути развития российской экономики. Сергей Ильич, позвольте вам задать такой, несколько возможных, провокационный вопрос. Ну, хорошо, замечательно. У вас есть программа, да? Вы знаете, что делать. Но почему это не делается? И ведь между этой программой на бумаге и притворением этой программы в жизнь стоит же огромная пропасть. Кто это будет делать? Ну, дело в том, что, как вы понимаете, это еще классики нас учили, о том, что экономическая политика, так же, как и экономическая теория, во многом это отражение неких экономических интересов. Вот почему монетаристы так популярны, и рыночные фундаменталисты? Они отражают интересы крупного международного капитала, которому не нужны госрегулирования, которому вообще ничего не нужны, лишь бы давали возможность сделать то, что они хотят. И этот спекулятивный, кстати, тоже в многом капитал уже неплохо нажился на такой политике, скажем, на один доллар, который вкладывали, как-то посчитал, спекуляции ваучерами. Американские спекулянты к 98-му году получили 100 долларов прибыли уже. В 98-м году они благодаря своим связям с людьми, которые управляли дефолтом, сумели вывести свои деньги еще до финансового краха. Американцы получили возможность на 7 миллиардов долларов обменять рублевое ГКО на долларовой бумаге. Потом у нас рынок рухнул, как вы помните, в 10 раз, а с курсом в 30 раз упала стоимость бумаг на рынке. Они снова вошли, опять купили. И потом капитализация выросла на этих нефтяном буме в 10 раз примерно. То есть можно посчитать, что этот спекулятивный иностранный капитал, начиная с эпохи приватизации финансовых пирамид до настоящего времени на 1 доллар вложенных тогда получил больше около 1000 долларов. Ну, если правильно делали, конечно, оптимальным образом. То есть любая политика, она отражает интересы. Ну, у нас все на самом деле просто. В примитивной экономике все просто. Эти интересы видны, что называются невооруженным взглядом. То есть если вы посмотрите на господина Фадеева из Дениной России, который ищет американских шпионов, то их надо искать как раз для наших ведущих экономистов. Ну, понимаете, очевидно, что отказ от валютного регулирования и контроля и создание условий, при которых мы по 100 миллиардов долларов сегодня теряем ежегодно на вывозе капитала, а неэквивалентный внешнефинансовый обмен между Россией и за рубежом, в основном с Америкой и Европой, составляет минус 35 миллиардов долларов в год. ну, что говорить, кому это выгодно? И надо сказать, что вот эти разговоры про длинные деньги, про то, что нам необходимо менять денежную систему, они этих людей не интересуют, потому что они фондируются из-за границ. Они там получают длинные кредиты, и их все, а здесь они трансформируют кредит, в два раза набрасывают процент и нормально себе живут. То есть, к сожалению, та система, которая у нас есть, она очень многих устраивает. Это и офшорная аристократия, это и спекулятивные банки, сидящие на фондировании за рубежа, это естественные монополии, задравшие тарифы. И вот в этой системе, когда рушатся сердцевины экономики, обрабатывающая промышленность, и растет только торговля, вот к вашему ответу на вопрос, что у нас хорошо растет, тут торговля действительно выросла гигантским образом. Но она растет до поры до времени, она растет, пока растет потребительский спрос. Да, сейчас это остановилось. Так что, то, что я предлагаю, требует очень серьезных изменений, потому что эта программа, она исходит из интересов общества в целом, интересов экономического развития. Для того, чтобы государственные деньги не отправлялись за границу, а работали, необходимо резко поднимать ответственность. Нужна решительная борьба с коррупцией, без этого не получится. Китайцы же в свое время, они же ввели политику, что вся прибыль реинвестируется в стране и получили бум. Да, конечно. А когда нам говорят о том, что валютное регулирование это из прошлого, хотя я вам скажу, попробуйте в Америке прийти и купить там что-нибудь из-за рубежа. Китайцы попытались, им конгресс сказал, извините, нефтяные компании вам не продаются. Поэтому только очень наивные люди могут рассуждать о том, что финансовое, то есть валютное регулирование это из прошлого. На самом деле это реальный инструмент, который должен быть, должен дополняться внутренними источниками кредита. Это очень важно, потому что если мы организуем длинные деньги за счет рефинансирования коммерческих банков под спрос со стороны производственных предприятий, мы должны быть уверены, что деньги не утекут на валютный рынок и не уйдут в офшоры. Поэтому дефшоризация это необходимая часть этой программы. При этом дефшоризация нужна самому бизнесу. Для того, чтобы получить кредит внутри страны, нужно предъявить залог. Если 70% собственности крупной находится в офшорах, я вам скажу, у нас залоговая масса по оценкам Центрального банка составляет всего 3 триллиона рублей. А кредитов нам нужно в 5 раз больше. У нас есть залоговая масса для этого? В принципе есть, но она в офшорах находится. Не будем же мы давать кредиты под офшорные активы. Мы даже не знаем, кому они принадлежат толком. То есть это сложная программа, она простая с точки зрения идеологии, но с точки реализации она сложная, потому что она упирается на доминирующие интересы. И даже для того, чтобы развить сегодня, скажем, тот комплекс новых технологий, о которых я начал говорить, который растет с темпом в мире сегодня 35% в год, требуется довольно серьезное изменение в бюджетной политике и переход от такого инерционного отслеживания бизнес-климата к реальным целевым программам развития. Это и стратегическое планирование, это и институты развития, которые сегодня во многом деньги просто держат на депозитах и не вкладывают в развитие новых технологий. Они должны их вкладывать и должны брать на себя ответственность за их реализацию. и очевидно, что если мы не используем сегодня вот этот период структурного кризиса в мировой экономике, когда формируется новый технологический уклад, не вложим довольно приличные инвестиции в модернизацию на основе этих новейших технологий, то мы отстанем еще на 40 лет, будем плестись в хвосте. Сергей Юрьевич, это все замечательно. А вот вы вообще рассматриваете возможность того, что это произойдет, скажем, для этого же нужны серьезные политические изменения в стране. Ну, вы знаете, я для этого работаю. Насчет политических изменений, я вам скажу, что экономическое чудо было в царской России в конце 19-го, начале 20-го века, мы росли с темпом 10% в год, в коммунистическом Китае сегодня на базе рыночных принципов, в Америке в 19-м веке, в Германии. Минутку, из всего того, что вы сказали, следует совершенно однозначный вывод, что сейчас преобалдают интересы, скажем так, которые никак не связаны с будущим России и с Россией самой. Но и с государством. Есть с государством. Нет, просто государство сегодня не консолидировало общественный интерес, и как раз для этого очень важно сегодня добиться введения новых институтов в госуправление. Это стратегическое планирование, которое будет определять общие цели и задачи, ради которых государство работает в экономике. Сергей, я это понимаю, просто вот, скажем так, наблюдая последние 20 лет, если посмотреть, что делает наше государство, оно как-то все делает очень странно и не так. Оно делает именно так, как вы говорили. Это вывод капитала из страны, практически высасывание из страны, превращение страны в сырьевую колонию. А как оно может измениться? Это же существенное изменение практически. Я исхожу из тех целей и задач, которые президент Путин поставил в своих программных статьях и объявил в указах от 7 мая. Там зафиксированы задачи модернизации, повышение производительности труда, рост эффективности. И под эти задачи мы сейчас выстраиваем программу. Я знаю, как эти задачи реализовать. Такая программа МИР сегодня обсуждается в нашей Академии наук. Она не является секретом. Мы обсуждаем с коллегами из Центрального банка и с правительственными ведомствами. И для того, чтобы эту программу МИР реализовать, нужна политическая воля, которая, я уверен, сегодня есть. И она вполне достаточна для того, чтобы сломать вот эти корпоративные ведомственные интересы, противоречащие общим целям экономического развития. И делать это необходимо немедленно, потому что МИР сегодня переживает структурную перестройку, формируется новый технологический уклад, и через 3-5 лет технологическая структура уже сложится. Экономика войдет в новую траекторию роста. Этот новый уклад растет с темпом 35% в год, и по нашим прогнозам где-то с 17-18 года уже эти траектории роста сформируются, и войти в них будет очень тяжело. Во всяком случае, гораздо более, больше потребуется инвестиций, чем сейчас. Я понимаю, Сергеевич, а вот эта вот воля, она когда сформировалась? Политическая, как вы говорите, на изменения? Дело в том, что... Я почему спрашиваю, потому что совсем недавно мы вступили в ВТО. Ну, в ВТО мы вступали 20 лет, как известно. Ну, вступили-то недавно. Да, но я могу сказать, например, я три года занимался созданием таможенного союза, и этот проект был отложен на пять лет именно в ожидании вступления в ВТО. Тогда Путин принял решение, что мы не будем ждать вступления в ВТО, а создадим таможенный союз. И пусть там насчет ВТО они сами думают, что им выгоднее нас принять, чем нам туда вступить. И после того, как прекратилась эта спекуляция о том, что сначала ВТО, потом таможенный союз, мы быстро построили таможенный союз за три года. В этом была политическая воля, и она была совершенно по графику реализована, без всяких срывов планов. Запланировали за три года создать таможенный союз? Создали. Он теперь работает, рост взаимной торговлей в два раза за последние два года. И после этого нас тут же приняли в ВТО, потому что увидели, что мы без них, так сказать, строим свою экономическую модель. Так что... А зачем нам нужно было вступать в ВТО? Вопрос не в том, чтобы вступать и не вступать, а вопрос, на каких условиях вступать. Это самый главный вопрос. 20 лет шла торговля об условиях вступления в ВТО. В общем-то, шла она неплохо. Мы отстояли значительную часть своих интересов. Грубые ошибки были допущены в начале, когда на 30% снизили таможенные пошлины, даже не дождавшись вступления в ВТО. Ну и кое-что сдали в конце. В том числе, большие уступки были неоправданы, может быть, сделаны по сельхозмашиностроению, по ветеринарным требованиям. Но в целом, я скажу, что условия сбалансированы. И те ограничения, которые мы взяли на себя по ВТО, как раз можно обойти за счет той гибкой денежной политики, о которой я говорил. Потому что ВТО это правило торговли товарами. Но там спор идет процентная пошла на 5% или 7%. А колебания курса идут намного больше, чем колебания разрешенные и импортных пошлины. И этот инструмент должен быть в руках центрального банка. Конечно. Денежно-кредитная и валютная политика это сегодня важнейший инструмент экономической политики. На Западе даже термин появился финансово-индустриальная политика. Потому что ВТО запретило использовать бюджетные способы поддержки промышленности и сельского хозяйства. Тарифные. Поэтому остается только банковский сектор. И здесь мы самые слабые оказались. Но я уверен, что если мы те ресурсы, которые у нас есть, правильно используем и сумеем восстановить механизмы суверенного экономического развития, то через несколько лет вполне можем успеть впрыгнуть на новую длинную волну экономического роста и выйти на рост не менее 8%. Последний вопрос, Сергеич. Только очень коротко. А сколько у нас есть лет? Сколько у нас есть времени, чтобы начать все делать? Три года максимум. За три года мы должны полностью выйти на новую экономическую политику. То есть делать нужно прямо сейчас. Понятно. Спасибо большое, Сергей Юрьевич. У нас в гостях был Сергей Юрьевич Глазьев, экономист, академик российской академии наук. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки начнут что-то делать и в течение трех лет мы окажемся в новом светлом будущем. Правда, рынки должны показывать свои низы в 2016 году. Ну что ж, на этом все. Удачи вам всем. До свидания. Продолжение следует...